Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами «Энергия удачи» на Рико ТВ. Лето, дорогие друзья, продолжается. И сегодня на календаре уже 4 августа. И мы рады вас приветствовать в нашей яркой красно-белой студии вместе с моей соведущей Женей, которая является менеджером в торговом доме «Энергия». Мы желаем вам хорошего воскресения, отличного настроения и начинаем нашу игру сегодня, 4 августа 2019 года. Торговый дом «Энергия», проспект Сунки-Байбатыра, 72, красный торговый дом. А мы с вами одной крови. Энергия удачи на Рико ТВ. Дим, а как вы проводите это лето? Ну, ты знаешь, пока в отпуск не удалось съездить, но я думаю, что настанет такая возможность. И я поеду куда-нибудь, наверное, своим путем. Своим путем, да, своим ходом, можно так сказать. Ну, видишь, время идет, а все-таки лето – это время отдыха для наших участников. И не только участников, чтобы появляется наша студия, но и для зрителей, которые нас смотрят через YouTube, либо на телеканале Рико ТВ. И я думаю, что сейчас мы узнаем, как проводят свой последний и крайний месяц отпуска наши участники. Под аплодисменты мы их приветствуем в нашей студии. Ой, какие, какие все красивые. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Фарид. Фарид, очень приятно. Ответ очень конкретный и ясный. Фарид, как проводите лето? Где учитесь? В какой класс перешли? Хотите в школу? В школу не хочется. Перешли вы пятый класс. Люблю играть в футбол. Сам хожу на футбол в Адишорик. С моим другом Альман Суром. Молодец. У тебя есть любимый футболист или любимая футбольная команда, за которую ты болеешь? Ниверпуль, любимый футболист Фермина. Ничего себе. Ну, то есть ты серьезно решил стать уже футболистом? Да. Ну, это хорошо. Знаешь, почему? Футболисты много получают денег. Да, это знаю. Да? Молодец. Наверное, не только из-за этого. Самому нравится. А ты нападающий или вратарь? Защитник. Защитник. Вот, отлично. Наш второй участник. Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Альман Сур. Так, Альман Сур. Мне 10 лет. Не хочется в школу. Так. Хочется только много каникул, играть в футбол только. Альман Сур, а у вас есть любимый предмет в школе, вот, от которого вы просто без ума и бежите прямо на урок с удовольствием? Таких уроков. Ну, честно. Физкультура. Изо. Изо. Любите рисовать? Да. Ну, это здорово. Вы тоже, как сказал ваш друг, любите играть в футбол. А любимая команда? Команда Ливерпуль. Тоже Ливерпуль. Ну, а вы спорите с Фаридом иногда, кто выиграет, кто проиграет? Да. Да? И кто обычно выигрывает или обоюдно? Иногда нищая, иногда я выиграю. А вы часто во дворе играете в футбол? Каждый день? Да. Собираетесь, есть своя команда. Ага. Двор на двор. Да. Ну, вот сегодня среди вас милая леди, и я сомневаюсь, что она любит играть в футбол. Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Оружан. В школу я тоже не хочу. Так, подождите, ребят, ну что такое? В школу никто не хочет. Сегодня только 4 августа. Еще почти целый месяц. Почему, Оружан? Ну, не знаю, потому что все там шумят. Шумят? Вы любите тишину и спокойствие? Да. А чем вы любите заниматься? Ну, я танцую, но сейчас летом у нас каникулы, вот скоро буду тоже ходить на занятия танцем. Занимаетесь танцем? Да. Ну, здорово. А с ребятами на футбол не приходилось ходить? Нет. Нет? Не болеете за них? Ну, обязательно сходите, когда они будут играть двор на двор. Знаете, я один раз в вашем возрасте проиграл целый ящик Пепси-колы. И вот с того времени я не играю в футбол. Вот, пришлось отдавать. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас не школа. В нашей программе вы тоже можете заработать денежный приз. У нас есть 6 тем, и в каждой теме свои вопросы. За каждый правильный ответ вы нажимаете на кнопочку, вы получаете денежный приз. То есть тот участник, кто наберет наибольшее количество правильных ответов, мы ему предложим участвовать в супер-игре. Где главный приз – это 10 тысяч тенге. Вы можете за короткое время получить от нашего генерального партнера торгового дома «Энергия». Вот, я думаю, что ваши родители не раз бывали в этом торговом доме по проспекту Сан-Кибаева, ТР-72. Ну, а если вы не можете ответить на вопрос с выбранной темой, то, соответственно, мы объявляем с Евгением правильный ответ. Готовы? Фарид, начинаем сегодняшний эфир с вас. Внимание на экран, узнаем, какие темы нас ждут сегодня. Итак, сегодня наши юные участники в нашей программе «Семь чудес света», «Природа», «Сказки», «Растения», «Музыка» вокруг нас». Здесь вам нужно угадать мелодию, либо название группы, либо название песни. Все считается правильным. И тема спорта. Вот, ребятам, вам повезло. Но, Ружан, я думаю, тоже на чеку быть хорошо, потому что, ну, все-таки парни, они могут опередить. Но вы будьте готовы к этому. Итак, Фарид, выбирайте тему, которая вам близка. Спорт. Спорт, ну, конечно. Итак, что означает в шахматах понятие «ничья»? Когда никто не выиграл. Молодец, молодец. Аль Мансур – это действительно так. «Ничья» означает «никто не выиграл». Выбирайте тему, вы правильно ответили. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Хорошо, слушаем. Попробуйте ответить на этот вопрос. Я думаю, вы знаете. Внимание. Я не слышу. Не знаете? Нет. Нет, я слышу, но вот название. А здесь поется об этом. Если вы хорошо знаете английский язык, а в школе, я думаю, вам преподают его. Да. Не знаете? Женечка, ну, давай ответим правильно на этот вопрос. Ну, давайте. Это песня называется «Рутс». Популярный очень. Переход хода к нам. Ну, давайте. И Женя тут замолчала. Замечательно. Давайте, Ружан, ваш следующий ход. «Семь чудес света». «Семь чудес света». Какое из «семи чудес света» сохранилось до нашего времени? «Пирамиды». «Пирамиды». Первый был Фарид, это пирамиды Хеопса. Фарид, продолжайте. Ваш выбор. Так. «Семь чудес света». «Семь чудес света». Какая из египетских пирамид в Гизе самая высокая? «Хеопса». «Хеопса». Вот какие молодцы, еще в школу не хотят идти. Аль-Мансур был у нас первым, выбирайте. «Аружан». «Спорт». Догоняйте их. Итак, на олимпийском флаге «Пять колец». Что они символизируют? «Пять континентов Земли». Вы уверены? Да. А может быть, другое что-то символизирует? Не знаю. Не знаете? Правильно ответили. Вы «Пять континентов Земли». Продолжайте. Аль-Мансур, не стесняйтесь. «Семь чудес света». Продолжим. Хорошо. «Жители города». Не назовем какого. В 305 году до нашей эры воздвигли эту статую в честь покровителя острова бога солнца Гелиуса. «Пять колец». Что это за статуя, о которой мы сейчас говорим? «Статуя». «Статуя». Вы знаете? Ну, Евгений, отвечайте. «Колос родовский». Да, это вот так вот правильно ответ звучит. Ну что ж, переход хода вновь «Аружан» к вам. Выбирайте. Ну, природа. Природа. Хорошо. Все мы на природе. Кстати, на природе уже были? Да. Как? Отдохнули? Нормально. Замечательно. Итак, природа. Горячий источник, бьющий из-под земли, это? Гейзер. Гейзер. Правильно отвечает Фарид. И получает еще один денежный приз. Пожалуйста, Фарид, ваш ход. Спорт. Тема спорта. Итак, какое максимальное количество очков можно зарабатывать в баскетболе, сделав один бросок? Три. Три очка. Первый был Фарид. Это верно. Три очка. Выбирайте. Всем чудес света. Всем чудес света. Итак, работа величайшего греческого скульптора Фидия. Высота статуи вместе с предисталом составляет 14 метров. Что это за статуя? Эселевая башня? Нет. Нет. Статуя? Статуя свободы? Нет. Статуя. Аль-Мансур, теперь вы можете ответить только правильно. Это, друзья, статуя Зевса. Пожалуйста, переход хода у нас, Аль-Мансур, к вам, так как до этого правильно отвечал Фарид. Растения. Тема растений. Какой фрукт остается внутри зеленый, даже когда созреет? Киви. Киви. Правильно отвечает оружан и получает свой первый денежный приз. Выбирайте. Довольная? Вы всегда такая довольная? Да. Молодец. Главное быть на позитиве. Выбирай. Так. Ну давай. Семь чудес света. Ну давай, Семь чудес света. Где находятся висящие сады Семирамиды? В Вавилоне. Молодец. Откуда ты знаешь это? У меня есть книга. Молодец, что читаешь. Самое главное. Вот поверь, я несколько раз повторю слово «молодец». Давай. Так. Природа. Тема природы. Итак, в нем соленая вода, пить ее никак нельзя. Море. Море. Первая была у нас оружан, но чуть-чуть опоздал у нас Аль-Мансур. Засчитываем оружан. Догнал все-таки мальчиков. Выбирайте. Я? Да, вы. Растения. Растения. Итак, запах какого растения отпугивает сказочных вампиров? Чеснок. Фарид. Да. Выбирайте. Аль-Мансур догоняйте. Спорт. Тема спорта. Что, вернее, какой вид спорта называется борьбой на руках? Арм-рестлинг. Арм-рестлинг. Фарид отвечает. Да. Выбирайте. Природа. Тема природы. А почему сказки не берете? Вам не нравится эта тема, что ли, ребята? Не любите сказки? Мудфильмы, наверное, всякие игры, да, и так далее. Итак, так называют и апельсин, и яблоко, и мандарин. Фрук. Молодец, Аль-Мансур. Это действительно правильно. Пашхо. Музыка вокруг. Музыка. Ну, давайте послушаем музыку. Да. Вместе. Давайте. Тема белорусских. Молодец. Тема белорусских, да, с названием. У меня рядом Женя сегодня и из девушек. И оружан. А эта песня называется Алена. Выбирайте Аль-Мансур. Сказки. Сказки. Итак, Жилище Бабы-Яги. Аль-Мансур. Избушка на курих ножках. Избушка на курих ножках. Хорошо. А что у нас фарит? Жара, да? Все-таки жарко стало. Давайте догоняйте. Выбирайте Аль-Мансур. Музыка вокруг. Музыка вокруг нас. Ну, давайте послушаем. Дам вам небольшую подсказочку. Этот певец принимал участие в этом году, в 2019-м, на Евровидении. Участие. И выступил довольно неплохо. Кто это? Лазарев. Лазарев. Совершенно верно. Откуда вы знаете? Я думал, вы такую музыку уже не слушаете. Слушаете, да? Нет. По голосу. А есть у вас любимый певец или певица? Нет. А у вас Аль-Мансур? Нет. А у Фарида? Тоже нет. Ну, я думаю, главное, у них футболисты любимые есть. Выбирайте. Семь чудес света. Семь чудес света. Итак, внимание, вопрос. А вот я вас хочу, дорогие друзья, расстроить. У нас тема «семь чудес света» закрыта. Все вопросы исчерпаны. Осталось пять тем. Это природа, сказки, растения, музыка. Вокруг нас и спорт. Спорт. Спорт продолжим. Хорошо. Какой из стилей плавания считается самым быстрым? Ну, так. Вот так. Ой, я вам подсказку даю. Самым быстрым. Но я не знаю, как это называется. Ну, а мы знаем, отвечаем правильно. Это кроль. И на этом тему спорта мы тоже закрываем. У нас остается музыкальный вопрос растения, сказки и природа. И что выбираем? Что выбираем? У нас выбирает сейчас... Музыка про класс. Нет, 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 Альман Сур, вы уже выбирали. У нас оружан выбирает. Ну, природа. Природа. Итак, замерзшая вода это... Лед. Первая была оружан, это лед. Пожалуйста. Сказки. Сказки. Аппарат, на котором Баба Яга совершает полез. Ступа. Правильно. Ступа. У нас оружан. Дальше. Так. Природа. Природа. Возвращаемся. Итак, самый короткий месяц в году? Февраль. Молодец. Февраль, оружан. Дальше. Растения. Еще раз? Растения. Растения. Ну, поувереннее. Что такое сакура? Это вишня. Фарит был первый. Это действительно вишня. Фарит. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Слушаем. Кто же это? Ёлка. Молодец, Альман Сур, это действительно ёлка. Да, выбирайте дальше. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Последний вопрос в этой теме, кстати, внимательно слушаем. Время и стекло. Молодец, время и стекло. Да, Фарит отвечает правильно, выбирайте. Тема музыкальных вопросов у нас закрыта. Природа. Что выбираем? Природу. Итак, вопрос по теме природы. Как называется место в пустыне, где есть вода и растительность? Оазис. Правильно. Альман Сур, это оазис. Ваш ход? Сказки. Тема сказок. Итак, что потеряла Золушка? Туфельку. Первый был Фарит. Туфельку. Чуть-чуть оставалось у вас времени. Не выкрикивайте, Ружан. Я понимаю, вы аксильная девушка. Фарит, выбирайте тему. Сказки. Тема сказок. Итак, внимание. На какое небесное тело летели незнайка и пончики? Луна. Луна. Первая была Оружан. Оружан, выбирайте. Природа. Природа. Последний вопрос. Какое растение с колючками хорошо переносит затуху? Кактус. Кактус. Оружан была тоже. Первая опять. Ребята, вы видите? Она вас обходит. Прям просто обходит, обходит. Давай, Оружан, выбирайте. Сказки. Сказки. Итак, вопрос. Какой персонаж пленил героиню стихотворения Муха-Цикатуха? Паук. Правильно. И на этом наш первый тур подошел к своему завершению. Сейчас Женя подсчитывает, сколько наши участники заработали. Сегодня, 4 августа. Друзья, реле-то продолжается. Давайте проведем его с удовольствием. Но а пока мы с удовольствием подсчитываем и подводим итоги первого тура проекта «Энергия и удачи». Будьте с нами. Остановитесь на Красном проспекте Санкибай-Батыра, 72. Итак, дорогие друзья, это проект «Энергия и удачи». И мы подвели итоги. Сейчас Евгений огласит их. Итоги первого тура. Фарид у нас получает 4 тысячи. Аплодисменты, Фарид. Доволен результатом? А, ну смотри, хватит на бургер и даже сходить в кино. Куда потратишь деньги? Наверное, буду копить на телефон. На телефон. Какой хочешь телефон? А10. Какой? А10 Samsung. А, очень хорошая идея. Ну ладно, вот так. Аль-Мансур 4 тысячи 500 тенге. 4 с половиной тысячи Аль-Мансура. Аль-Мансур, ты куда будешь тратить? Я буду копить на PlayStation 4. На PlayStation 4. Здорово. И Аружан 5 тысяч тенге. Слушайте, я делал ставку все-таки на ребят. Я считал, что все-таки один из парней сегодня, либо Аль-Мансур, либо Фарид, вырвется вперед. Аружан, у вас в кармане 5 тысяч тенге, вы сегодня лидер практически. Ребята, что скажете? Расстроены? Нет. Нет? Это игра. Вы готовы сумму 5 тысяч тенге увеличить до 10? Но имейте в виду, если вы неверно ответите на вопрос супер-игры, ни 5, ни 10 тысяч вы не получите. То есть ребята уже заработали деньги свои сегодня. А вы можете не заработать. А можете вдвойне заработать, либо 10, либо 5. 5 вы забираете сейчас, 10 можете проиграть. Вот смотрите, как хитро я делаю, да? Играем или не играем? Ну, играем. Вы реально говорите, что хотите участвовать сейчас в супер-игре? Да. А если неверно ответите на вопрос супер-игры? Нет, я не хочу. Так нет, вы хорошо подумайте. Если точно, то играем. Если нет, то нет. Жень, ну вы решите. Девушка с девушкой. Играем? Нет. Нет. Может все-таки 10 тысяч больше? Нет. Нет? Нет. Точно? Да. Что, спросите у своих одноклассников. Я не хочу, у них ничего не спрашиваю. Что Фарид говорит? Фарид лучше сыграет. Друг повезет. Друг повезет. Аль Мансу, что думаешь? Играть. Играть? Видишь, парни говорят играть. А я нет. Вы на своем мнении остаетесь. При своем мнении. Да. Точно? Да. То есть забираете 5 тысяч тенге. На 500 тенге больше, чем у ребят. Да. Да? Ну что ж, это ваше право. Мы ни в коем случае не должны вас ни уговаривать, ни заставлять это делать. Каждый из вас сегодня победитель. Давайте поаплодируем. Мы с вами прощаемся ровно на одну неделю. Увидимся с вами в следующее воскресенье, дорогие друзья, на телеканале Рика ТВ и также в социальных сетях. Смотрите нас через YouTube, если вдруг в летнее время вы не смогли посмотреть наш проект «Энергия и удачи» на телеканале Рика ТВ. Я благодарю Евгению и обязательно жду встречи на следующей неделе в нашей красно-белой студии, чтобы так же было энергично и лето мы провели все на высоте, чтобы оно запомнилось. До встречи ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok